Дискуссия существует, лак пластика применяется, вот все написано, я даже не буду повторять вы За друга, а у него нет этого самого, ни канала, ни интернета, ничего, зато он умница, зато он гениальный изобретатель, вот одни его изобретения Залечивание ран, закрашивание при обрезке, отпугивать газунов, сильно встряхнуть, продукты нет проработки и так далее Что я еще раз хочу сказать, ребята, вот он дал мату, вот, он один из моих самых близких друзей, человек абсолютно порядочный, вот И вот этот товарищ с его телефоном, вот этим, не поленюсь, произнесу, 8-919-332-12-19 Заказывайте лак, поможете ему и поможете своим деревьям Почему это надо знать? Ниже опять будет дерево обгрызено, опять покажу В прошлый раз показал, почему это надо? Ну сколько знает, даже один из тысяч не знает про этот лак пластик Я буду еще рассказывать и рассказывать про него Вот мой этот, кисточка, вот я и пользуюсь этим лаком Сейчас обрезка идет, каждый день пользуюсь У него есть Мы считаем, я и он Мы считаем Ольгу Ладенкову, дочку Ладенкова, мы считаем своей дочкой Понятно? Вот, вот она пишет Валерий Красивич, наш добрый вечер Наш это Это я наш Большое спасибо, отправляю ссылку на наше сообщество Сейчас находимся в поиске программиста, планируем создать наш сайт Ольгу Ладенкова Ну вот это ссылка на сообщество Но это не то, дело в том, что я воспитываю, воспитываю, как дочку говорю Ольга, вы сможете вдвоем зарабатывать на этом лаке Надо, чтобы не только, вот, самое трудное, это когда есть только телефон Позвонил, алё, лак, как там надо А когда, и как у меня, допустим, есть почтовый адрес Вот А что у вас есть? Раз, каталог А хочу это, хочу книгу, хочу диск Хочу черенок, черенки, хочу косточки Раз, вот такой списочек А дальше телефон, фамилию, отчество, адрес Вот Я сообщаю этот самый, свои данные Как выслать И всё Вот это, я считаю, что Давно-то Ну нету, у него никогда не было того же компьютера Ну вот из той старой породы Вот А Ольга, я вас прошу, создавайте нормальный этот самый Поиск программиста и так далее Вот Вот этот лак Да если бы, говорю, он где-то вот умеет же как-то раскручиваться в Америках И прочих франциях Да он миллионером бы стал, вот Долматов И Ольга заодно Ну и Сейчас ещё скажу Не то, что Не то, что как бы Капля этого самого дёгтя Бочеку с мёдом Но До конца я не уверен, сам не пробовал И вот Целиком если обмазать основание штамма Повредит дерево или нет Побелка сто процентов вредит Покраска Тысячу процентов вредит Лак мастика Не знаю Я использую её Там, где я сто процентов убедился в реактивности Вот этот случай Он мне из головы не выходит Понимаете В Красном Хуторе В СИЗОИ Это важная Это учёба, ребята В СИЗОИ В Байне В Черёбушках В Абакане, Минусинске Везде погибли Сотни тысяч Если не миллионы яблок Вот По идее Должен был погибнуть и мой сад Потому что Это я посчитал, что это не грибы Это все дурь, сказки, что это Да, деревья извечены Да, грибы Жрали Ну, мёртвую часть То есть они не влияют на здоровье дерева Это я говорю Это моё мировое открытие Скромные А у меня они все такие скромные Грибы не едят живую ткань Геопатогены Нет, не так Просто патогены грибов не существует Ничего не надо покупать Надо с ними бороться Но деревья-то гибли сотнями тысяч Это ужас был какой-то Гибли у простых людей Гибли я не буду назвать фамилию У суперспециалистов наших Наш круг Страшно, что творилось Я вот думаю Господи, почему у меня сад сел Он должен был Потому что это бактериальный Бактериальный Я его назвал бактериальный рак Хотя это слово придумано мной Никакого отношения к раку не имеет Бактериальный То есть Это значит Внутреннее состояние дерева Болезненные бактерии Которые уничтожили деревья А спасения нет Якобы где-то в Польше Придумали что-то такое Какое-то Действительное лекарство Я этому не верю И тогда А мои деревья целы Я ничего понять не могу Я думал В чем разница Потом А ведь я в связи Вот эти же яблонито Отрезал И лакмастика Замазывал Это уже Наверняка они это самое Не пропускают эти бактерии Да? Ну что такое бактерия? Допустим Попало На этот самый На Лизия Лизия Этого же самого секатора Бактерии Уже Плюс Но я не делаю уран Никогда на штамбе Вы знаете это На штамбе не делаю уран И на крупных скелетных ветках Я только укорачиваю И то просто Последние годы Так? Ну вот как-то обошлось Ну и конечно же Опять нельзя про негатив Но Уничтожение деревьев Сейчас весна начинается Опять будут уничтожены Миллионы деревьев Именно потому Что никто Сегодня разговаривал С братом Юрием Железовым Так? И что он мне сказал? А он постоянно У меня уже нервы не удержит Он постоянно заходит На эти самые Чужие каналы И там все Лишние ветки Лишние ветки Лишние ветки Обрезка на концу Обрезка на концу Обрезка